Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня выпуск посвящен теме «Больше мышления» и ответу на вопрос «Если ты такой умный, то что же ты такой бедный?». Часто возникают такого рода вопросы, и в комментариях, на самом деле, часто приходится слышать, когда люди начинают друг с другом какую-то полемику, перепалку устраивать. И вопрос-то звучит часто, опять-таки, в мире он звучит часто, но при этом ответ никто не дает. И данное видео посвящено как раз-таки ответу на вопрос «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?». Не знаю, напишите в комментариях, отзывается у вас данная ситуация или нет. Вы читаете, вы подписаны на канал MaxCapital. Если не подписаны, обязательно подписывайтесь сейчас. Вы смотрите, слушаете различных аналитиков, различные мнения, у вас куча информационных сервисов. То есть вы потребляете информацию. Вы вроде бы даже развиваетесь и следуете призывам учиться, учиться, еще раз учиться. Но в итоге почему-то доходы не растут или доходы стагнируют. То есть что-то внутри человека происходит такое, что несмотря на то, что получаем знания, но роста почему-то не происходит. Если были такие ситуации в вашей жизни, пожалуйста, ответьте в комментариях, что вы с таким сталкивались. Также я попрошу прокомментировать, если вы сталкивались с такой ситуацией, что несправедливо. Но блин, несправедливо. А несправедливо что? Вспомнимте ваш выпускной. Давайте вернитесь, я не знаю, 10, 15, 20, кто-то 30 лет назад. Посмотрите на людей, кто стоял справа от вас, кто стоял слева от вас. То есть что нужно констатировать? Уровень знаний, который был получен в школе, у всех был одинаковый. Одинаковые педагоги, одинаковое окружение, один город. Но при этом прошло какой-то промежуток времени и получается каким-то странным образом, кто-то с этим уровнем знаний базовым школьным вырос. Вырос в доходах, вырос в должности, да, вообще переехал куда-нибудь за границу, за границей живет. Кто-то имеет такой доход, какой имеете вы. Кто-то, наоборот, остался на месте, да, и ничего у него не изменилось, да. И у него было, в принципе, спрогнозировано уже тогда со школьной скамьи, что и как у него будет. Для кого-то вы являетесь эталоном, кто зарабатывает сверхмного. Кто-то для вас является эталоном, который зарабатывает очень много и гораздо больше, чем зарабатываете вы. Это касается в том числе выпускной скамьи дипломов, да, когда вы уже получили высшее образование, да, то есть, опять-таки, базовый уровень знаний, он одинаковый. Больше-меньше кто-то там отличником, возможно, был, кто-то троечником, кто-то хорошистом. Мало того, есть вообще уникальная ситуация, есть студенты, которые вместе с вами выпускались, которые были краснодипломниками, которые отлично получили образование, у которых была золотая медаль. И то есть, смотря в будущее, этому человеку почему-то прогнозировали светлое будущее, что он будет хорошо зарабатывать, он будет успешен, потому что у него хорошее образование, у него есть и медали, он выиграл олимпиады, ни одно высшее образование получил с красным дипломом. Но доходов у него нет. А у троечников-хорошистов почему-то доходы есть. Вроде бы базовые знания даже похуже, но что-то такое, непонятно что, опять возвращаемся к нашему принципу Паретта, да, на что они воздействовали и получили соответствующий результат, который кого-то прям очень сильно выдернул наверх, ракетов космосные, кто-то не так сильно, да, кто-то остался на месте, кто-то наоборот деградировал. Так вот, отвечая на вопрос, да, моя гипотеза ответа на вопрос, если ты такой умный, то почему ты такой бедный. И отвечать на этот вопрос хотелось бы начать с моей личной жизненной ситуации. У меня одно время назад супруга очень увлеклась растениями. Естественно, купила там курсы по этому поводу, да, то есть закупила горшки, землю, все, ну, как бы все самое лучшее, все как говорили. То есть уровень знаний, который получила, да, заплачено, хорошее, качественное. То есть все по этому. Заказали цветы, да, в питомнике. Цветы, соответственно, привезли, какие-то прижились, какие-то не прижились. И что я заметил, были цветы, которые прижились и активно дальше стали, продолжили рост. Были цветы, которые почему-то не прижились. Хотя на самом деле это мог быть один сорт, это могло быть одно и то же растение, но из разных питомников, например. И те растения, которые погибали, они получали такое же количество цвета, они получали такое же количество удобрения, они получали такое же количество влаги. Но что-то в них происходило не так, да? Не так, это какая-то болезнь. Или корней, или грибок на листьях. И здесь я бы хотел вам сейчас представить следующую формулу. То есть, почему мы, несмотря на то, что получаем знания, даже не растем, а порой деградируем? Вот этот вот начинает очень сильно сказываться эффект энтропии, распада, о котором говорил Сократ. Чем больше я знаю, тем больше я не знаю, да, и тем больше человек перестает действовать. Давайте посмотрим на калькулятор специально для вас, посчитаю. Вот представим ситуацию, что цветок сам по себе становится хуже из-за грибка, из-за какой-то болезни, он становится хуже на 0,1% в день. Потихонечку завидает, да? 0,99 возводим в 365 степень. То есть, возведение любой степени, да, это формула сложного процента, которая вроде бы должна приводить к приросту. Я потом расскажу, как это относить непосредственно к вам. Итак, 0,99 мы возводим в 365 степень. Получаем 2,5%. Задумайтесь. Возведение в степень, внесение каких-то дополнительных удобрений, каких-то дополнительных стимулов человек, который внутри себя на самом деле становится хуже, ненавидит правительство, ненавидит страну, ненавидит, я не знаю, окружение, ненавидит свое начальство, не сдерживает своих обещаний, дает слово и потом забирает его обратно, не возвращает долги, да? То есть, я говорю о каких-то таких вещах, которые, в принципе, говорят о том, что человек гниет. Гниет изнутри, да, и каждый может принимать сам. И получается, гниющий человек изнутри, какие бы знания он не получил, какое бы развивающее окружение рядом не находилось, он все равно распадается, да? То есть, он все равно распадается, и те знания, которые должны сказываться на его росте, в этом случае приводят к тому, что, наоборот, происходит распад. Еще раз. Если ты всего лишь на одну десятую процента хуже, вот твой результат. На один процент, вернее. Сделаем обратную историю, не 0.99, а 1.01. Возведем в 365 степень. Получается 37. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот в этой истории я рассказывал, да, когда мы говорили о том, как заработать 1 миллион рублей в год. Я говорил о своем собственном лайфхаке, да, становиться там всего лишь на 0-2% лучше сегодня, чем вчера. Очень простая философия, да, которая позволяет очень серьезно двигаться, изменяться и получать выдающиеся результаты в долгосрочном периоде. Еще раз. Пример очень показателен. Рычаг применения. Возвращаясь к нашей истории со школой, с институтом, которая была рассказана. То есть, получается, что где-то в определенный момент времени те знания, которые были получены, они были правильным, ну, то есть, рычагом применены к правильно поставленной цели. Опять же, приведу метафору, да, представьте себе, у вас есть домкрат в руках, который может поднять 20-ти тонную машину. Вы этим домкратом поднимаете машину весом 500 килограмм или 1 тонну. Поднимете ли вы ее? Да легко. Но вы даже не задумываетесь в своих мыслях, что этот же самый рычаг можно применить в гораздо большей цели. И если мы опять сейчас вернемся к вопросу о том, что люди, которые заканчивались красными дипломами, золотыми медалями, выигрывали олимпиады, не все, естественно, не все. Кто-то достиг своих высот, потому что рядом, как правило, оказался наставник, который увидел эти способности. И вот эти таланты, вот эти способности, как эффект рычага, были применены к какой-то большой идее. В Советском Союзе это была научная школа, да, когда талантливых студентов брали в научную среду и применительно к определенным знаниям. В период моей молодости, да, к сожалению, там с высшей школой были определенные сложности, особенно с научной работой, а предприятия не были заинтересованы в том, чтобы готовили специалистов согласно их профиле. И вот эта вот система была разорвана. И получается, люди сами метались. Мне повезло в моей ситуации, мне повезло там в 2005 году, буквально через два года после окончания института, оказаться в компании, которая вкладывала своих людей, которая сама брала на себя ответственность, куда они этот рычаг будут применять, и применяла во благо акционеров компании. Таким образом развивался я сам. Мой ответ на вопрос, если ты такой умный, то почему ты такой бедный, заключается в том, что знания, которые применены, они применяться должны к постоянно растущему организму. Пусть для вас это будет той же самой метафорой, тем самым цветочком, который как его не поливай, как за ним не ухаживай, как его не постригай, сколько не вкладывай в него в заботу, если у него внутри гниль, то лучше его выкорчевать и купить новое растение. Мы не можем выкорчевать человека, но если вы будете честны перед собой и вы отловите себя на той собственной мысли, что почему-то вы получаете очень много знаний, но роста нет, я не хочу сейчас вас в чем-то обвинять. Я хочу, чтобы вы просто задумывались, насколько внутри вас развивается вопрос отдавания, готовности служить другим людям, помогать этим людям. Ну а для того, чтобы запустить процесс изменений, изменений жизни к лучшему, чтобы в течение одного месяца выйти из состояния плюса, стать 1.0.1, у нас есть отдельный марафон. Легкий старт в инвестициях. Да, он не бесплатный, но тем не менее это один месяц работы, который позволит подумать еще раз над тем, кто я, как я могу изменить свое отношение и как мне стать больше, чем единица, но никак не меньше. Что для этого необходимо сделать? Ссылка, как пройти, находится под данное видео. Проходите. Буду рад быть наставником в этом деле, связанным с инвестициями, пока что только с узкой направленностью. Рад буду поделиться своими собственными знаниями. Если понравилось видео и вы согласны, что да, ответ на самом деле в этой плоскости находится, если вы будете честными перед собой, скорее всего так и будет. Если нет, если требуется еще дополнительно развить данную тему, тоже выскажите свое собственное мнение. Я с уважением к нему отношусь, готов его обсудить и продолжить данную тему, если она вызовет резонанс в нашем сообществе. А сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Продолжение следует...